Скин Давайте разбираться, что будет на второй карте Комментирует минус Морталис Вот они, драфты на ваших экранах В этот раз УД достался команде Докчамп И вероятнее всего это УД в оффлейн Из того, что я видел Хотя, стоп, стоп, СК же взяли Не факт тогда, что это УД в оффлейн Ладно, давайте смотреть Ну, СК может быть позиции 4 На самом деле Ликвид так играли Да и вообще раньше Это было, например, довольно метво Еще давным-давно В 17-х там каких-то годах Но Санкин не так плохо На самом деле с ОД На позиции 4 Потому что у них есть урон И он может простором быть Между МИДом и оффлейном Соответственно Вполне себе убивать Вич-доктора Они могут этого вообще Постоянно просто Поэтому я будут Преждевременных выводов не делал Но Учитывая того, что не взяли зомби Это уже, скорее всего, Санкин оффлейн Потому что уже, как бы, 3 саппорта У них получалось бы тогда Поэтому Шадоу Шаман, скорее всего, 4 Зомби 5 Соответственно Санкин оффлейн И МИТУД По большому счету, да Тут по-другому уже не поставишь Берется на через профит Для Electronic Boys Но опять Очень такой подвижный герой И по-хорошему С таким драфтом Они вполне рано могут Оказывать, начать давление С паком С профитом В ВК Не так много вещей нужно Чтобы уже В драки какие-то вступать Ну и соответственно Куда в Харьон пойдет? Вот да Он может быть и саппортом В теории Может пойти, например, в оффлейн Ну саппортом уже не будет здесь Потому что есть пятерка ВД Четверка Фурион Это маловероятно То есть Вич Доктора Точно нет никаких опций На другие линии Это 100% 5 В Рискинг 100% кэрри И Фурион здесь будет Либо мид, либо оффлейн Скорее всего Что-то мне подсказывает Что его хотят отправить На мид Против ОД Довольно-таки На самом деле Неплохо он стоит Я бы даже сказал При должном исполнении Фурион может просто Вынести ОД вообще Но Посмотрим еще То есть там От игрока зависит Если игрок играет на Фурионе То я бы отправил в мид Фурион Если игрок не играет Соответственно в фурионе На миде То у них одна опция Осталась Это оффлейн Возможно они туда его и брали И пак пойдет просто мид против ОД Может быть и так, да Опять таки Тут много опций Тут может фурион пойти мид Пак может пойти на тройку И добрать они могут четверку Фурион может пойти мид Пак может пойти на четверку И они могут добрать тройку И соответственно фурион может пойти на харду Пак может пойти на мид то есть тут все еще очень много вариаций но вот удоб чем все более понятно то есть у них уже каждая линия ясна скорее всего по карри героям прошлись электроник бой собрали лансера ногу тролля он тонку последний бан и собственно и нужен им но док чем ласты какой-то керри даже я не знаю на самом деле какие герои остались нету не антимага и лансера и мартры не не джиггернаута того же нет есть какой-то сларк условный но сларком сложно играть против пока хотя против остальных героев на самом деле у нас ларки он играет точно знают выступает на сларке из метового что осталось есть еще тб на весе рублей на самом деле довольно таки хорош что здесь хотелось на сларке что я глупость сказал на самом деле сарки просто играть против пока принципе то есть ничего такого нет как принципе против всех остальных героев ну тут два варианта до скорее всего это либо сларк либо террор блэйд то есть такого самого самого очевидного есть какие-то менее очевидные герои инге реки урса ты из того что в мете лекан какой-нибудь мало ли ну в реке я не особо тут верю вот в курсу он невероятно потому что тут как бы энрейдж и и вообще в душе появляется внезапно но это называется мы ведем 1-0 пусть будет 1-1 возможно да рид сыграет на кэре виспе да нет конечно да может и знает что делать и команда с ним как тренировалась я к тому что счет 1-0 позволяет вам немножечко что-то попробовать да вы имеете право на ошибку поэтому не страшно проиграть одну карту и соответственно пробуют они взять себе виспа насколько мне известно здесь в меньшей степени будет считаться количество карт но по крайней мере не вижу чтобы ликвипедия нам говорила каких-то дополнительных параметрах распределения команд в таблице то есть у нас есть просто количество выигранных матчей и все пока что и что-то мне подсказывает никакие дополнительные параметры учитываться не будут при равенстве очков и мы можем там видеть как это часто бывает различного рода переигровки там на две на три на четыре команды опять возможно личные встречи буду считать но вот пока не написано ничего из подобного потому что это ведь супер важный турнир по большому счету и здесь насколько мне известно в киберспорте очень редко прибегают дополнительным показателям а если прибегают то они вообще какие-то странные я всегда был противником переигровок если честно я всегда хотел бы чтобы учитывались дополнительные показатели чтобы и в принципе эта система где играется по 103 формат может быть она не всегда идеально в групповой стадии в том плане что победа 2 0 и 2 1 расценивается одинаково ну я вот тут соглашусь отчасти потому что вот например я то есть занимался футболом нам здесь ну и так слежу отчасти за футболом вот идет чемпионат допустим до англии то есть там не играются же переигровки когда допустим третье и четвертое место там за выход ли вы чемпионов условно там делят одинаковые очки короче когда у команд там же не гайкин перегровка не вот они просто количество голов там количество ну то есть разница мячей то есть они смотрят какие дополнительные показатели то есть ты же играешь турнир то есть который идет целый сезон из 20 команд условно и сейчас очень похожая система дипи си то есть все играют со всеми довольно долгий период как чемпионат можно так назвать вот и переигровки были бы но на мой взгляд довольно глупым решением то есть проще было бы учитывать какие-то дополнительные показатели в киберспорте самое простое это всегда личные встречи затем количество выигранных карт например ну или разница по картам до победы поражения то есть всегда можно найти поэтому я фанат best of 2 формата причем такого best of 2 формата чтобы ничья оценивалась в одно очко а победа в 3 очка чтобы победа гораздо выше оценивалась чем ничья но такие как футбол да 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 абсолютно как футбол конечно и такие чемпионаты к сожалению проводились довольно редко я знаю вот у нас на эпик лигах на каких-то в двадцатом году не последняя эпик лига до этого там например 3 очка давали за победу 2-0 и 2 очка за победу 2-1 это уже более такая хоккейная система и соответственно 1-2 поражение 1 очко 0-2 поражение 0 очков тоже интересное решение но здесь ни к чему такому не приходят большие турнирные операторы уже давно и вал в том числе поэтому мы смотрим то что есть давай сразу посмотрим на коэффициенты они конечно поменялись после первой карты gg bet предлагает 1 15 уже на докчамп и 4 99 на электроник бойс но очевидно что разница теперь стала совсем огромной но тут есть висп висп такой рискованный вариант на нем далеко не все команды могут исполнять либо далеко не все команды показывают у нас по пальцам пересчитать в мире коллективы которые не боятся играть с виспом кэри и в северной америке даже в дивизионе верхнем вообще среди лучших команд за двадцатый год я не припомню кто бы там играл на виспе кэри вообще ни одной единственные висп кэри не от уже и там нет кого-то из европы я видел разве что в юго-восточной азии в двадцатом году не помню какая-то команда это дело то ли не он то ли кто-то еще в общем были у них виспы кэри на одном из турниров и там они даже пару карт выиграли тут как бы вопрос немножко другом этого тут играет играет там много кто просто вопрос насколько действенны как бы потому что одно дело в мэме там играть данный виспе то есть и кажется весь какой-то сломанный персонаж мало у кого получается это в компетенте соответственно исполнить на должном уровне поэтому да весь тут выглядит как ну скажем так такой наверное со стороны риск но в силу того что мы не следили допустим у я не следил точно и не знаю как играет команда возможно для них это не риск может не каждый день с полу играют на может быть вполне много в официалках не было соответственно сейчас и посмотрим мне пока не всем ясна идея кого мы здесь бафать то будем только d все но вот и будем отыгрывать я то виспо кэри он по сути сам себя будет бафать то есть его будут бафать наоборот виспо я про вспоминаю с кем обычно использовался вы виск кэри обычно в мид какой-то герой так вышел на всякий случай который мог если что сам или на защите немножко не так это работает тут скорее надо когда у тебя виск или надо набирать героев которые бафают виспо то есть у них есть хилан дайвина есть там тамба то есть есть дизайбл от растая и есть дизайбл от санкинга и под сейв от кода тут куда наоборот скорее можно такую функцию плеймейкеров исполнять так кстати чуть не убили вич доктора санкинг очень хочет помогать пойдет до конца да и пошел убивать делает фб вот опять сила шамана в офф линия 5 герой огромным количеством урона стоит себе настреливает контроль сумасшедший плюс сильный нюк вот тебе пожалуйста всякие пятерки регулярно погибают против этого товарища сейчас мана не хватает чтобы в сетку взять в к он вполне бы там мог еще урона получить под крипами под санкингом но за отсутствие маны он живет и уходит слышал я вот от опытных кругов на виспе что брассер нет смысла быть он отдаляет покупку ламинатора можно взять там какую-то скажем так перчатку там или цирк летку и не опыть ее то есть брасер а просто сразу заражить доминатор там купите корону соответственно потом уже там добрать остальные составляющие тут решил брасер а пункт для статов наверно потому что стоят против фуриона чтоб крипов упроще нужно мать фурион орбов коррозию купил на самом деле не такой же частый артефакт на уровне дживика в целом и вообще на фуриона в принципе то есть блайд стоун это постоянный артефакт у него коррозия не все берут в то же время насколько же этот предмет сейчас стал популярен на различного рода милишниках иногда кажется что это мастхэв артефакт на милишнике да но на фурионе тоже очень хороший на самом деле ты по сути просто апаешь блайд стоун и пусть хп себе добавляешь просто коррозия так бы ну если рассматривать его и замедление она на ранджевиках не работает в принципе я знаю четыре процента до четыре процента на дальниках это по сути ничего есть по сути не замедление но чисто как хп и минус армор в принципе да ну скажем так я бы не apple потому что блайд стоун он принципе дается то же самое так но один один у нас счет тем временем вроде как все спокойно на линиях ничего еще толком не ясно и с виспом такие игры но они обычно первые там минут есть 15 могут быть равными каким-то непонятными но потом если команда знает что делать с виспом дальше она просто взрывается и вот и и мид-гейм пережить против этого виспа зачастую довольно тяжело часа данг но пока людей то что я вижу зубы просто отвлекает абсолютно в линию висп стоит на 3 линии на вообще тотальной 3 линии хотя висп этот герой который очень легко камбакается в лесу но тут ему даже камбакаться по ходу не придется то есть у него просто ну и без леса full free farm то есть он будет наоборот в лесу не камбакаться набирать это очень плохо на самом деле когда висп выигрывает линию потому что висп ну то есть ну не совсем тот герой который может прям очень легко выиграть линию я понимаю что против него стоит фурион и тускар но все равно очень грустно когда у виспа хороший фарм начиная с линии может обычно все по лесам там скатаются для доминатора ну у нашего виспа здесь все хорошо у команды в целом может быть не лучшим образом начало игры проходит 1-3 счет у пака я вижу вообще лучше крипстат на карте пак довольно скоро начнет двигаться а он уже начинает двигаться он приходит на топ где цепляет и санкинга и шадоу шамана и в итоге того и сейчас буду обували и даблкил для меня шикарно просто прилетел сделал даблкил сейчас вернется неважно там куда на базу там на линию и сразу на линию у него все действительно хорошо так снизу тоже какой-то экшн происходит на дайн тут не вывозит он пытается жить на его здесь легко убивают теперь ирицу тоже побьют его убить будет уже на порядок сложнее там довольно много брони там очень много хп висп конечно выживет но вот уже счет становится 16 и вся надежда большому счету на виспа и на одэ одэ который купил себе метеор хаммер имеет левел 7 он конечно не такой подвижный как пак и так активен на гангах но с этим метеор хаммером в отсутствие пак он вполне может потихоньку давить центральную вышку и рано или поздно и спушить туда соглашусь но тут еще тенгу и расти в этой игре все что нужно это просто иметь лавала по сути виск наберет свою критическую массу и все что нужно будет делать с тенгу с шаманом просто бегать рядом с беспола просто станет героев то есть выдавать дизайку тут по сути нужен только уровень а все их артефакты ну то есть все точнее сверх факта они могут смогут нафармить когда пойдут какие-либо поиска плохой телепорт начал кастовать каски еще летали сбивают ему т.п. луки луки погибает снова еще и телепорт потрачен соответственно возвращаться придется пешком честно говоря сам себя придумал он вообще он мог просто выкопаться по прямой то есть просто по прямой убегать и зачем-то дал подкоп назад то то есть в сторону врага и нажал клипов хотел наверно как так сказать джейсон стетхам муки от взрыва не смотря на него красиво но к сожалению и обычный доктор так не получалось не получится снизу интересно у нас происходит размен там сразу несколько игроков здорово сыграли в первую очередь стоит отметить наверное таска который после этого погиб он из-под метеор хаммер успел с ноу-болом спасти своего тиммейта и дальше трипл килл от пака все конвейером подходят и умирают вис погиб о д погиб ну и начинается разрыв электроник бойс как и в прошлый раз очень сильно введут уже по золоту и и по лавелам соответственно ну а дальше будут сносить один вышку снизу опять начало целиком полностью за ними сумасшедшим все происходит в принципе так и должно быть когда у тебя пикивис но просто как бы нельзя пикать таких героев вместе то есть получается так что у тебя вот пассивный то есть метеор хаммеру да это пассивный который в принципе ну то есть он не может как-то гангать как пак и уносить такой импакт какой-нибудь там будет спирит или что-то похожее он более такой медленный пассивный герой который в принципе просто фармит и скорее всего под него какие-то play делают они он под кого-то а пак наоборот может делать плей своих тиммейтов что он собственно сделал не уже 60 на 10 минут и при этом они открыли карту для брестинга в рискин спокойно чувствуется будет час и в боте и в своем лесу и на иншитах возможно же и кто вернется где захочет сначала очень хорошая для электроник боясь просто тут важно понимать что это весь и что ничего еще ясно абсолютно с пойдут кили драки возможно кто знает электроник боясь будут также конвейером просто умирать тут закинуть будет посложнее тут вроде гораздо более такой простой герой как века и совсем ему билд испортить тяжело ну да такой супер метровый герой на котором на самом деле ну и то есть я хорошая игра очень сложно проиграть его даже сказал потому что вы скинг с радиансом он очень страшно на топ перетяжка будут убивать пути луки тут без шансов для него цепляют также андаинга также погибнет 14 счет пока громят тут важно еще сильнее не распределить и главное чтоб коры не погибали не висп и о.д. тем еще нужны деньги для того чтобы включаться команде вот вис пришелся покупать аганим опять же это еще время какое-то потребуется на топе вышка упала и отвечать по большому счету нечем ну я говорю один какой-то fight может вообще в корне поменять то что происходит просто ну то есть сент-кинг сразу нажмут какие-то кнопки там как-то они там камбэкнут с виспом какую-то драку могут и какую-то вышечку могут даже подзабрать потом но пока я вижу что если вы скинь допустим конкретно вот вы скинь ошибаться не будет просто доберет секунд радианс конечно шансов да маловато у рейдин так здесь нападение на таска варды ставят цепляют пака пусть разбивают конечно сетку размен такой происходит шоу саппорта на саппорта но очень много кнопок отдали докчам а тут и второго героя следом потеряли в итоге размен снова в пользу электроник бойс суммарно сент-кинг вообще из игры выпал ну хотя бы до блинка добрался практически купит блинк станет уже намного полезнее будет возможность хорошо порваться какой-то урон нанести ему линию он проиграл конечно нули ну при он 9 левела параллельно там на противоположной линии стоял и у него дела намного лучше идут похоже игра на предыдущую просто тут из по этой тут лансера нету есть и шторма нету есть немножко другие герои но плейстайл сентинга он явно абсолютно идентичен проиграл линию в ноль купил тагер пошел кого-то заставил как и на тайге было в предыдущей игре по большому счету да брестинг не знаю все любят мидас мне вот кажется например порой в таких играх чтобы побыстрее добраться до заветного радианса можно просто купить фейза перчатку то есть и бы свое давление его развивать ранним радианс все таки мидас конечно да разгоняет фарм но вначале он фарм наоборот стоп и получается так что с очень хорошей игры тем временем погибает виз погибает и шаман изначально они нападали на вк и и од тоже здесь застрял в окружении огромного количества героев он уже однако пришел сент кинг который помог да и сам убил пока и пошел дальше пошел за вич доктор надо просто будет застанет а маны не хватает и если б стик нажал хватило бы ману может тогда на фурион напасть но он бы не убил его потому что капля была бы он поэтому и не стал скорее всего копать потому что смотрел закупить доктора там капли была не в кулдауне он бы просто не убил так таск цепляется таки вот да и не хотят туда отпускать при он пошел на перехват однако сейчас будет умирать ска попробует пожить или не будет умирать он дайк он включает свой ультимейт быстренько убили вич доктора доживет и вот он висп наконец-то там шаман со своими змейками поработал по фуриону который застрял и погиб и видимо тимфайт все-таки дожмут здесь док чамп убьют вк у него нет перерождения минус 3 уже суммарно пытается поймать еще одного героя таск как уходить не ясно ускоряем сент кинга и сент кинг вот так можно до через астрал еще одно убийство и вот пожалуйста они отыграли там три не больше тысяч за этот тимфайт сколько там было до около 6 не было о чем мы говорили они какой-то fight примут где сент кинг самон нажимают кнопки и уиспа уже гоню просто коряво подрались очень коряво подрались и камбэк состоялся док чам подрались просто в листинг он поднились на при этом зачем-то пытается то есть идти и так вот это бесполезно я вообще считаю что в этой точнее в этом пике после такого начала ему вообще не нужно было никого подключаться и и муж был до радианса то есть к его пылесосить карту зачем он пошел куда-то подключаться он себе все тайминги сбил него на 16 минуте в итоге даже нет сакрада вот в очень хорошей игре и на самом деле сейчас скорее всего он будет наоборот фармить и фк радианс в то время как и вы спал уже будет аганин куда будет почти бкб уже знаю что кулдаун ульты еще вы стихлян уже куда он умер при второй реинкарнации тем не менее хотят медвышку зафорсить съесть тамба и в смоке роста должны пока убивать так с эпицентром врываются на пока все правильно пока быстренько убили дальше от д подставляется ловит десвард огромный урон получает его легко также убили размен один в один произошел в пользу дайр все это пока без без по без быка ставятся варды чтобы запушить один вышка ну должен иметь вышку добить просто надо ее доноить надо 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 прям сейчас и получилось пойдет куда такой решил ну раз вы решили убить пока пойду-ка я уравняю шансы просто сблика прыгнул в четырех героев ну да погорячился мог спокойно этой смерти сбежать и тогда бы большинстве остались а потом уже могли что-то придумать с очередным прыжком сенткинга нельзя нельзя умирать больше добить надо радианса и как-то подраться с командой хорошо будет надеюсь висп будет делать бкб про после аганима потому что на самом деле в некоторых драфтах можно сделать тараску но здесь я что-то не особо верю в тараску если он получит какой-то молитвик ты его начнет долбить в рискинг скорее всего нужно блокин бар здесь покупать поставили интересно что поставить их убай пока не ясно запас здоровья уже довольно большой почти 2000 команда собирается вместе без виспа висп если что прилетит с макея обе команды находится сейчас скорее будет как драка на боте он тоже сможет подключиться кого первым будут цеплять очень наивно запускал метеор хайвера кто так делает таки спрятаться не смог ультанул естественную команду уже вся посыпалась команда без хп команда пока никого не убила потеряла уже троих гибать только сейчас вич доктор висп со своим кентавриком сражается но теперь он один против всех остался если он кинг ему не помощник он пытается ворваться с эпицентра даже какой-то урон нанесет но этого мало он скорее всего также отъедет и смог выбить только одну жизнь быка отвратительная драка и в первую очередь у меня вопрос куда что это было куда ты летишь и почему-то пытаешься скастовать метеор хаммер когда тебя просто за один стан убьют ужасно это было ну если мягко называть его действие не совсем правильно убирать позицию если ну можно так сказать просто смотри какая ситуация была обе команды были в смоке и тускар просто вышел из смока то есть смог не закончился он просто вышел из смока и начал просто бить крипа на бой то есть их даже вообще не смутило что просто тускар из ниоткуда появился и начал бить крипа то есть его не было не было не было на карте он тут раз крипа убьет стоит ну должны были понять что он там ни один а вот как будто просто выключил вообще скажем так разум секунд на пять просто такой прыгнул от ускор пойду-ка ему астрал дамы скастую на него медиор хаммер и сразу же соответственно поставок он у него дал астрал там люди которые стояли рядом с тускаром смоки сразу же нажали у него все кнопки ну то есть надо думать о том что может произойти по крайней мере пока у него нет bkb он явно не может так делать в итоге преимущество уже огромное уже 9000 столько что вроде отыгрывались и doc champ electronic boys выиграли один team fight и теперь уже отыграться будет на порядок сложнее vk на слотах vk самое главное уровень свой поднимает и до 18-го уже скоро магир радианс появился на самом-то деле а у фариона уже bkb а у д бак оба еще не пахнет ему нужен еще рецепт довольно таки долго а весь кстати вообще довольно странный пенсию на мой взгляд к сэндж такой совсем я понимаю артефакт потому что любой стан который ему прилетает вообще абсолютно любой скилл он умирает сто процентов прилетит ему стану рискинга он умрет прилетит ему маленьких сказкой он умрет тускар его там видит него снова было бы тоже умрет поставится кайлом тоже умрет всему в любом случае нужно защит от магии какая-то нижнюю башню сил света атакуют undying зашел чужой лес вот здесь находят информацию команде своей дал также отдал фраг в к очередной 419 рискинга слабо верится конечно что такое могут отыграть но наверное в теории с виспом и с раскачано модель по-прежнему играбельно и не могут могут просто нужно много тимбара на коробке и не умирать вот так центре очередная смерть и очередная вышка упадет рашан и рашан следов и вы скорее всего довольно странно почему не идут они разлетаются на самом деле на фарм не пойдут по ходу на рашана просто разлетелись по фарме кипу но тоже неплохо побольше наберут но я думаю что стоило попробовать убить рашана в рискинки садки и бот наверно оставить скелетов боти и вернется своей команде фарен хекс хочет сделать себе хороший выбор уродность если так хватает да и он уже довольно приличный урона на хекс видом обычно делают фарионе науки раз здесь будет в рискинга я бы возможно какой-то блаторн посоветовал бы ему здесь сделать но он решает хекс я бы если бы увидел допустим что висп не делает бкб потом здесь был бы идеален попытка убить пока пока убьют века первой жизни тоже может могут быстро лишить выкупается на дает бы хочет вернуться в драку поставить там был возможно прыгать фурион просто в бкб начинает избивать виспа но в соло возможно не хватит ему урона а параллельного д умирает вот это совсем плохо вот д десварда да ладно выживает выживает правда параллельно погиб сэнд кинг команда вся битая но они влезут до конца пытаются убить вич доктора вич доктор молитик перед смертью вешает том что он стоял весь файл насколько я понял да он после байбека выкопился и поставил или или он поставил его до того как вы возможно до до паста на самом деле получается так что вообще а весь передумал кстати вот прошу прошло искать он купил себя каю просто для урона спиритов и просто передумал и хочет сделать блоки марс сейчас это довольно хорошую а по ходу я как-то негативно влияю на игроков только я говорю что он передумал у него стоит как либо и бкб ему не хватает до бкб 400 голубей он инста покупает каю сэмич и у него опять до бкб миллионы очень хотелось бы чтобы он поплатился за это вот сейчас драки на рошане честно чтобы мы просто дали какой-то скилл по типу маледикта и в рискин просто его стоял бил надеюсь что он что-то знает и я ошибаюсь луки-луки пешком заходит в рошпит видит что как хорошо довольно долго будет жить в итоге хороший урон наносит сейчас у д скачу какое-то время живет от добивать здесь два героя очень битых в какте в первой жизни лишить таки дремкой ушел в никуда два в один пока драка в пользу рейдинг сейчас тоже отъедет спида добить как-нибудь в к вы бить ему первую жизнь хотя бы ребят не хватает здесь висп это не тот дэмэдж дилер которому хватит не хватило смотри-ка но его наказывать будут и спать сейчас тоже похоронят минус 5 он строкил у в к начало было неплохое пойти мне кажется если бы ну то есть они же знали что они хороша кажется с ним нужно было попробовать с туда прыгать а он просто зашел такой заставил тоже довольно странно но вот такие в рискинге вряд ли уже проигрывают на самом деле у него 6 тысяч денег и такое невозможное сочетание это реинкарнация плюс а егиз на в рискинге это значит то что у тебя бесконечная жизнь по сути потому что происходит обычно так что ты теряешь реинкарнацию потом если как-то тебя бьют ты теряешь а егиз пока все это происходит у тебя уже новая реинкарнация пулдаунивается получается бессмертный какой-то абсолютно может просто сбежать на автопилоте во врага и ступать у да только что накапали деньги на рецепт бкб они слишком рано как-то пошли драться в определенный момент когда воды немного до бкб не хватало относительно немного когда висп себе там передумал его покупать и наверное потерпеть еще какое-то время сент-кинг тоже его полезность в этой игре не доказано то есть это герой который пока просто дает станы иногда эпицентр но не такой опасный уже там и у героев и две жизни и фак который это дело задоджит и бкб появляются соответственно он уже гауна не нанесет линка тем более есть ну то есть очень много способов сделать сент-кинга бесполезным пойти а вот сейчас у да я его пытались напасть и нападают хорошо тот даже не габарит если пускара который он через 500 голды примерно через 600 а тут уже в пайп даже стан вообще это должен быть последний файл по самом деле то есть какой-то вот сейчас ближайшее время то есть закончится тамба я думаю что они не отойдут или вообще бот пойдут да вот идут бот висп купил бакаба себе сильнее чем сейчас он вряд ли уже будет и нужно пытаться как-то с блоким баром переворачивать вот выбили первую жизнь бека появляется и пошел просто резать людей для начала упадет шаду шама кстати в ответ на правда три героя уже погибли века остается с фурионом на двоих надо как-то разыгрывать они хотят ты того и другого поймать на ребят за двумя зайцами стоит ли она того вы как тебя просто убить первую очередь до плена отпускает пока убивают ну вот смотри-ка не дожил он до второй жизни до 3 вернее своей жизни 10 там 12 секунд не хватило то о чем мы говорили 30 минут игры потому что как только не купили два блоким бара они выиграли в ноль почти файт учитывая того что у брейс кинга было три жизни то есть не было и из этом ринг 2 реинкарнации ой смотри фуриона поймали ой как здорово они сейчас все сделали нашли его и убивают тем самым завершая начатое убили абсолютно всех отыграли там около трех с половиной тысяч затем файт суммарного без по появляются снова деньги после покупки бакабай вот уже пол три тысячи смотрим что он себе выберет вот д а раску скорее всего также на слотах потихонечку будет насколько важно было бы блоким бар в этой игре все-таки то есть столько столько не проигрывали и стоило купить всего лишь один артефакт и они очень-очень легко выиграли байт сразу вот shadow шаман очень хороший герой повода пока вот я замечаю пока убирает пусть и каждый пальцем и первый то есть как-то шаман сбили там линку и я думаю что его просто убили за хекс пока дешман вообще шикарный герой и он мне кажется некоторые времена иногда очень недооценен герою которую два контроля отличный нюк и супер крутой ультимейт который позволяет тебе по-разному его использовать и в атаке и в защите такой универсальный боец да у него есть свои слабости пуши каком-то определенном тоже можно макро игре скажем так то есть оставлять просто змеи на какой-то линии чтобы они там вышку как-то фарм или стягивали героев каких-то если ты еще как исполнитель умеешь на шамане где-то выносить деньги слоты он со слотами ведь тоже намного сильнее становится линза блинг ганим какое-то ну вот как это диджей делает возможно лучший шаду шаман в мире по сути на шамане чтобы играть доту нужна одна линза то есть ты можешь играть хоть два часа условно говоря и у тебя будет одна линза тебя будет нереальный импакт но это безусловно но на линза тем не менее его следующие слоты тоже делают довольно сильным еще просто сильнее но герой был не в мете в прошлом патчу пикался очень редко относительно других там саппортов 4 5 позиций раньше было ли напоминают если бы я выбирал бы в старом патче кого бы взять лину или шамана я бочитым раулин потому что лина была имба с таким куда он настанет и вообще в принципе поэтому он скорее не популярен не в силу своей профнепригодности скажем так были в силу или сильнее герои в силу того что были герои на которые намного лучше были чем шаман творства раз когда собирают на виспе она у него уже почти есть ему не хватает буквально там 400 300 голды уже уже есть она у него просто всю пачку за восхитил ну и огромный будет запас здоровья у виспа таким образом просто концепция драфта вот дайер у них ну как бы чем дальше будет идти игра то есть у них вещдоктор тускар фурион они будут терять свою актуальность секунду фурион ладно фурион очень много слотов фурион не будет терять актуальность а вот вещдокторы тускар это будет просто ну то есть люди которые точнее просто герои которые нажимают там допустим каски тип шарды и просто это пока файки фотографируют потому что зомби и шаман если сравнивать по импакту от саппортов то зомби и шаман я думаю что намного больше импакта выдают то есть там там база хилы какие-то бесконечные хикс из сумасшедшей рэнджи еще зомби купил себе холи локет то есть он держит 20 зарядов сможет своего кора захилить то есть он виспу очень много хп может восстановить или если висп будет связан с о.д. то есть он может чуть ли не фулл хп захилить герою который связан с виспом такая сумасшедшая связка хила он дайн губы level вынести вот у он дайнга огромный потенциал в начале игры и в конце когда он добрался до 20 лучше до 25 вот в этом промежутке он конечно может быть не так опасен да по-прежнему тамба работает у тамба которая поставится когда ты умрешь это ведь тоже очень круто но надо где-то играть двадцатый левел а это очень просто держать аккуратнее играть ну чтобы скажем так не умереть либо дотом стоуна потому что байбек у него сейчас нету либо не умереть а точнее либо не поставить тамбу так чтобы ее не убили сразу за секунду держать позицию поставить тамбу которую не разобьют и можно и fight чуть ли не соло выиграть потому что эти зомби они не раздражают на любой минуте игры куда гоним приобрел себя будет два заряда на астрал сможет сейвить кого-то так кого цепанули это пока цепанули пока кстати еще не убили до сих пор не убили и не убьют прямо сейчас куда-то на перехват к нему летят он пытается всех обмануть ставить трюмкойл линка же много сейчас времени на него тратит там фреон уже приближается хайграунд да пока добьют главное теперь отбить нижнюю линию потому что фреон разбирается с бараком без разницы сколько на него времени в принципе потратили это мидер команда и важно лишь одно что его просто убили еще пускал нами не поймали как там таймер на рошана не самый удачный конечно для докчан получается так что герои успеют появиться на не повезло им то есть по сути эти фраги были не критичными какими-то такими так прилетел сюда прилетел курион есть доктор нападение на эска еще раз должен прятать его еще раз еще раз стопали дик да не получить уронов на дикто он юла пытается выиграть пару секунд времени там колоссальный дэмэдж влетел и последнего тика больше не будет нормально хватает а вот вечер остальные тип был просто предпоследний тик он задоджил да 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 а последний не убил то есть а будь там два скорее всего отъехал бы но не скорее всего умер бы да 100 процентов а тем временем в к нападает на виспа висп уже готов с ним сражаться правда не один в два при он это конечно могут разобраться с виспом однако он настолько быстро передвигается что попробую его там возьми плюс есть бкб пытается уйти на ноге выказанием до конца тиммейты прилететь не смогут новые крипы снова тизер так можно играть всю игру и в итоге можно и века в соло сейчас разобрать здесь так и происходит фантастика и дальше команда подтягивается виспа до сих пор не убили а теперь его прячут сейвят сенкинга уже никто не засейвит он может засейвить только сам себя и улам и подкопать может нет он не стал не смог никого подкопать висп до сих пор живет у д нажимает пока б начинает сражаться начинает дэмэдж выдавать его руками пробивает значит кровь очень неплохо и века следом прыгает его прячут висп виспа потеряли и если нет виспа нет виспа нет пати теперь же от дэпс бкб будет отъезжать и отдай на кто-то не погиб выявите круин игры от виспа если честно вот по большому счету он там уже выживал да в соло могли вообще не ввязываться в эти файты он не выживал но он же сам убил выкаем об этом уходить или даже не ввязываться последние бойцы уйти он а может точно не мог ему нужно было сразу вот туда уходить они бегают от них но он по сути за форму свою команду помочь ему и получилось так что тоже вся команда соответственно из викторий бойц пришла туда там пак с аганимом нажал все кнопки там фурион стоял пил весь файл то есть у раскинга две жизни в итоге рошана вообще не спирают это получается что опять будет а егис фуриона сети уже скади фурион уже не просто герой который хекс не дает там выбирать позицию он это уже три тысячи хоккор который просто стоит и бьет ска снова плохо прыгает его здорово ловят на хекс байбека больше нет драка 3 в 5 будет в таком случае если будет вообще цепляет андаинга он тоже не жилец и виспа здесь конечно надо уничтожать он без байбека после этого может сдаваться но он успевает улететь правда вернется приходит отдэ его на бкб развели шаман там прилетит просто чтобы попробовал тизернуться как-то висп но там хекс там хекс пытается шаман как-то спасать отдай все-таки добивает рискинг то есть бьют и шамана и виспа и на это может сдаваться это будет один один то 11 план с виспом не зашел надо играть вот серьезно либо под виспа все-таки набирать мне кажется что другое мне не понравился искать да и вот это же был не лучшим я думаю что не в героях дело в исполнении я думаю что не был планет раз который можно было спокойно выиграть и честно говоря поставка не комбат или на боте я вообще думал что они без проблем этого игру вы верует просто я думаю что нереальный game ruin был в боте вот то есть где вис там бегал от двух героев то есть он просто зафорсил свою команду на очень плохую драку и по сути они просто проиграли игру сейчас в одной драке в боте то есть она им просто зарунилась и ну не знаю я думаю что тут проблемы не драфты сколько сколько вот в том что они просто ошиблись во многих моментах ну и в том числе вот моменте на бой поэтому дело не совсем в первых скажем так в том числе мы не мы не знаем насколько они часто практикуют игру с виспом насколько вообще сам рицу умеет на нем играть или команда в целом привыкла в макро доту играть с виспом ну да ладно мы знаем только один ответ на 1 вернее ответ вопрос это у нас один-один у нас будет третья карта у нас не будет очень короткого рабочего дня мы посмотрим полноценную серию и докчамп нужно силами то все-таки собраться иначе они могут потерпеть третье поражение на турнире которая с большой вероятностью может оставить их за бортом в принципе второго дивизиона вылетать со второго дивизиона в северной америке ну не то чтобы хорошее достижение ладно уйдем на перерыв минут десять вернемся смотреть решающую карту а а